Главным поставщиком новостей на минувшей неделе оказался автосалон в Чэнду. Китайцы выкатили пару новых внедорожников под маркой Тэнк и снова обновили известный у нас Джоли Атлас. Тем временем в Европе рассекречивают первые премьеры автосалона в Мюнхене, включая новый Kia Sportage. В России же одни китайские модели готовятся сменить другие, иранский Иран-Хадро снова почувствовал оживление нашего рынка, правительство распланировало производство электромобилей, а разработки молодых русских инженеров мы посмотрели не где-нибудь, а на форуме «Армия». Мы, признаться, не верили, что автомобильные выставки традиционного формата выживут после коронавирусной паузы. Но нет, оказалось, что автосалоны не умирают, они просто улетают на юг. Организаторы Женевского автосалона вдруг объявили, что проведут выставку в Дохе, столице Катара, которую вычерну назовут «Катар Дженевы Интернешнел Мотор Шоу». В переводе на русский «катарско-женевский» или «женевский в Катаре», в общем, абракадабра. Первое в Персидском заливе мировое автошоу намечено на конец 22-го или 23-й год, а далее каждые два года. Ну а ежегодный автосалон в самой Женеве возобновится с будущей весны, если коронавирус не придумает что-нибудь еще. В Китае же мотор-шоу возродились мгновенно, еще в прошлом году, ведь без них тамошняя автосреда своего существования не мыслит. Китайский город Чинду, приютивший знаменитый заповедник больших панд, это пятый по величине мегаполис Поднебесный, а потому имеет полное право проводить свой собственный автосалон. В прежние годы здешний смотр автомобильных достижений затмевали Шанхай, Пекин и даже Гуанчжоу, но не сейчас. Похоже, за время коронавирусного локдауна Поднебесный автопром успел накопить такое количество новинок, что их приходится ровным слоем размазывать между всеми выставками. Взять, скажем, не то хэтчбэк, не то кроссовер под названием Oro Belly Cat – балетная кошка. Автомобиль-скандал. Этой весной электромобильное подразделение компании Great Wall показало концептуальный панк-кэт. Кошка-панк вышла подозрительно похожей на классического немецкого жука. Такое сходство мгновенно заинтересовало юристов концерна Volkswagen. Нежелая острого конфликта, китайцы быстренько сменили форму оптики, и прямое копирование фольксвагеновской классики перестало быть очевидным. Серию Кату предстоит пойти через несколько месяцев, если, конечно, немцы снова не возмутятся пусть не очевидным, но сходством китайской новинки со своей легендой. В противном случае дизайнерам придется опять перекраивать оформление кузова электрической Oro. К слову, ее характеристики остаются секретом. Но предварительно на одной зарядке обещаны около 500 километров пробега, а также современный комплекс ассистирующей электроники. Она поможет неопытным девушкам, которых создатели моделей видят главной целевой аудиторией. У нас обновленный Geely Atlas Pro появился только-только, но на родине уже состоялся второй рестайлинг сверхуспешной модели. У нее прежний кузов, техника и салон, но полностью другое лицо, похожее на творение Стива Маттина, то бишь X-Face'ы наших Гранты и Весты. Не правда ли? Хотя команда под руководством Гая Бергойна, штурли дизайном Geely, наверняка открестится фразой, что все совпадения случайны. К слову, для свежей волны фирменного стиля придумали даже собственное имя – Energy Storm. А значит, в таком ключе переоформят и другие модели. Но до салона модернизированного паркетника добрались лишь отголоски этого шторма. Переустроенный центральный тоннель, новый блок климата и увеличенный экран медиасистемы. В Китае этот новый Буюй сохранил турбомотор 1.8 и 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Цены начнутся примерно от полутора миллионов рублей в пересчете. Но планируется ли экспорт – пока не ясно. Старейший в Китае частный автоконцерн Great Wall взращивает новую марку Тэнк из одноименной равной платформы. На ней уже есть серийный Тэнк 300, не считая более старых моделей – Хавейла H9 и пикапов Great Wall Poir. А в перспективе будет целое семейство внедорожников с индексами 700 и 800. Тэнк 500 – вторая серийная модель бренда. Первоначально у неё должен был быть 600 индекс, и китайцы зачем-то понизили планку. Предварительные характеристики подтвердились. Если считать 500-й следующим поколением Хавейла H9, то машина оказалась чуть крупнее, но намного лучше оснащённой, с претензией на премиум. Кузов может быть двухцветным, выдвижные пороги с электроприводом. В салоне 12-дюймовая приборная панель и экран мультимедиа аж на 14,5 дюймов. При этом сохранены и нормальные кнопки. Единственный пока двигатель – шестицилиндровый с комбинированным впрыском, двумя турбинами и 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка – девятиступенчатый автомат, а у ездовой электроники аж 11 режимов для разных типов покрытия. В Китае внедорожник поступит в продажу к зиме. В России, вероятно, уже в 2023 году. Ещё одна премьера Тенка – это модель 400, которая пока не готова к производству. Само собой, у него тоже рамная конструкция с пружинной подвеской и полный привод с понижающей передачей. Брутальный стиль, близок к концепту 700. Изо всех характеристик объявлена лишь колёсная база, и она такая же, как у Тенка 500. Хотя кузов должен быть короче. И только с двухрядным салоном, в котором пока что макетные стрелки приборов и широкоформатный дисплей медиасистемы. Других подробностей просто нет, а серийная машина выйдет года через полтора-два. Перенесёмся в Европу, где в Мюнхене вот-вот откроется автосалон ИАА, который мы раньше просто называли франкфуртским. Кия покажет там евроверсию кроссовера Sportage пятого поколения. От глобальной машины старосветская модификация отличается укороченной на 75 мм колёсной базой. Дизайнерам дозволили организовать полностью оригинальную заднюю часть кузова. Отличается подоконная линия, а в задних стойках нет окошек. Интерьеры абсолютно одинаковы, но понятно, что задним пассажирам европейца будет теснее. В плане техники покупатель сможет выбрать бензиновый или дизельный турбомотор отдачей от 115 до 180 сил. В качестве партнёра для них доступна шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив, а также передний или полный привод. Плюсом идёт пара гибридов – подключаемый и обычный, но оба построены вокруг турбомотора 1.6. В Европе продажи новинки стартуют через месяц-другой, а в России кроссовер появится лишь после Нового года и, очевидно, в длиннобазном исполнении. Ещё одна евро-новинка – второе поколение каблучков Mercedes-Benz Cetan. Как и в прошлый раз, модель делали на основе Renault Canva, но теперь немцы не просто клонировали уже готовую французскую машину, а участвовали в разработке с самого начала. Начать хотя бы с дизайна. Конструкция кузова, конечно, у Renault и Mercedes общая, но вся передняя часть Cetana оформлена иначе. Отличаются даже задние бамперы и фонари. Салон Cetana и вовсе оригинальный – тут круглые дефлекторы и единственный подрулевой переключатель слева от мерседесовского руля. Фургоны в рабочих комплектациях оснащены скромно. Стрелочные приборы с монохромным экраном, обычный кондиционер и кнопочная магнитола. В версиях побогаче будет и цветной дисплей на приборке, которого нет у Renault, и двухзонный климат, и кнопочный запуск двигателя, и мультимедийка MBUX с голосовым управлением. Французскую платформу CMF инженеры Мерседеса сильно переработали. Перенастроен усилитель руля и подвеска, передняя типа MacPherson и полузависимая задняя. На выбор предложен бензиновый турбомотор 1.3 совместной разработки и полуторалитровый дизель. Электрический и цитант готов пока в виде прототипа, который поступит в продажу в 2022 году одновременно с братцем Renault. Выпустив цитан, разработки новых коммерческих моделей с ДВС Мерседес-Бенц сворачивает. То есть нынешние автомобили продолжат выпускать и модернизировать, но следующие поколения уже будут только электрическими. Перенесёмся в Россию. Локальный офис марки Havail начал сертификацию кроссовера с внутренним индексом B06, который в Китае известен как DAGO — большая собака. Текст заявки раздобыл портал китайских автомобилей. Из неё следует, что в Россию машину планируют импортировать с головного завода в Баодине, а называть её решили DARGO. В Поднебесной большая собака продаётся с двумя двигателями передним и полным приводом. Но наш DARGO будет только полноприводным и двухлитровым с семиступенчатым преселективным роботом. Скорее всего, мощность уменьшит до 200 лошадиных сил. По габаритам машина очень близка к Havailu F7. Разве что колёсная база на дюйм длиннее до клиренс на сантиметр выше. Российское одобрение типа DARGO получит не раньше зимы, а продажи, скорее всего, начнутся уже в следующем году. Китайская марка Foton, похоже, решила прекратить продажи легковых моделей в России. Официально объявлять это постеснялись, но машины у дилеров иссякли и новых поставок не ждут. После пикапов TUNLAND, покинувших Россию ещё год назад, распроданы и внедорожники Savannah. Напомним, что у нас эти машины продавались с двухлитровым бензиновым мотором. За четыре года пристроить удалось менее тысячи штук. Теперь у марки в России остались только грузовики. Кстати, кабину Foton Olin CTS ставят на газовский Valdai Next. Прошедшая в Москве выставка InterAuto удивила нас стендом компании Iran Hadro. Иранцы выставили три модели – TARA, RUNNA PLUS и DENNA PLUS. TARU в Иране только начали выпускать, это вроде как новинка. Но в её основе лежит Peugeot 301, а самой платформе PF1 уже минуло 20 лет. DENNA PLUS – это наследник Samanda, который восходит к конструкции к Peugeot 405 конца 80-х. Наконец, RUNNA PLUS – это перелицованный седан Peugeot 206. У всех машин бензиновый атмосферник 1.6, пяти- или шестиступенчатые коробки. Напрашиваются вопросы – когда и почём? Но ответов нет. Иранцы ищут партнёров и планируют начинать с Поволжья. Напомним, что с такими же туманными планами Иран Hadro выставлялся на московском автосалоне 2018 года. Тогда показывали машины азербайджанской сборки под маркой Hazara. А ещё был стенд в 2016 году. И в 2014 году тоже. А интернет помнит, что планы о возвращении объявлялись даже в 2011 году. Но фактически саманды в России продавались давно. С 2006 по 2009 год. Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Сорокастраничный документ предполагает создание целой отрасли. Реализовывать планы будут в два этапа. С 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 годы. И целевые показатели повергают в шок. Скажем, уже к концу первого этапа в России будет 9400 зарядных станций. Из них почти 3000 быстрых. А производить планируют 25 тысяч электромобилей в год. На втором же этапе, к 2030 году, электромобили должны занять 10% рынка. Наладится производство ячеек для литиево-ионных тяговых батарей. Зарядные станции размножатся до 72 тысяч. Из них 28 тысяч быстрых. Откуда всё это возьмётся? Не считая троллейбусов и трамваев, в России сейчас сделают только электробусы, примерно 300 штук в год, силами ГАЗа, КАМАЗа и Волгобаса, плюс несерийные прототипы. Например, в Нижнем Новгороде в опытную эксплуатацию выпущены электрические газели ИНН в виде микроавтобусов и фургонов. Легковые электрички у нас не производятся вообще. И в концепции прямо упомянуты только два проекта. Это КАМА-1, разработанная питерским политехом по заказу КАМАЗа, и частная Тольяттинская Зетта. Но больше верится в локализацию на калининградском автоторе электрических Хёнда и Киа в 2023 году. В конце концов, выход модели IONIQ 5 в России уже официально подтверждён, а Киа и V6 привозили в ознакомительных целях. Ну а теперь понятно, чего ждали корейцы. И государство, кажется, откликнулось. Несколько любопытных машин мы встретили на прошедшем в Подмосковье в форуме «Армия». В их числе концепт гражданской версии бронированного автомобиля «Стрела». Внедорожник, созданный специально для выставки, разработан по заказу военно-промышленной компании Конструкторским бюро молодёжи МГТУ имени Баумана. Единственное, что здесь мы переработали немножко раму, саму рамную конструкцию под именно этот внедорожник. Дизайн мы тоже нарисовали и изготовили панели самостоятельно. Рассчитали, спроектировали силовые бампера. То есть всё вот это вот то, что внешний вид, это чисто вот наша разработка Конструкторского бюро молодёжи. Если внешний вид — это собственная разработка Бауманцев, то компонентная база заимствована у «Газели Некст». Концепт оснащён китайским дизелем «Камминс АСФ», газовской шестиступенчатой механикой и жёстко подключаемым полным приводом. Крузоподъёмность машины — 900 килограммов, а глубина преодолеваемого брода — метр. В дальнейшем, если работа над проектом продолжится, «Стрела» примерит агрегаты новой «Газели НН». У неё может появиться автоматическая трансмиссия и третий ряд сидений. Но случится это не раньше, чем через два года. Помимо «Стрелы», бауманцы также показали уже известный второй прототип родстера «Крым» в исполнении для военной автоинспекции. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их молодёжная двухдверка может использоваться в разных целях. Кстати, сейчас конструкторское бюро трудится над третьим прототипом Крыма. ВМА, то есть код изготовителя, уже получен. Впереди оформление одобрения типа на партию из 150 машин. На третьем прототипе применена совершенно другая конструкция несущей системы. Мы её переработали, пересмотрели, пересчитали. Она будет отличаться другим дизайном, который мы запатентовали. Она будет отличаться эргономикой, то есть сам салон будет шире и просторнее во всех отношениях. И, соответственно, мы полностью спроектировали третий прототип с технологией цифрового двойника. Третий прототип «Крыма» покажут уже в этом году. После дорожных тестов планируется выпустить пилотную партию из 150 машин. Но купить их, скорее всего, не получится. Большая часть автомобилей забронирована партнёрами проекта. Продолжение следует...